Так, ну хорошо, давайте потихоньку продолжать. Я хотел еще немножко поговорить про визуализации в питоне, и это, надо сказать, такая немножко необъятная, я бы сказал, тема, потому что в питоне есть огромное количество библиотек, которые позволяют рисовать какие-то картинки, что-то визуализировать, делать это по-разному, интерактивные картинки, не интерактивные картинки, а такие сети пятый-десятый. Честно говоря, у меня глаза разбегаются всякий раз, когда начинаю думать о том, как бы что-то про это рассказать. Но давайте начнем вот с какой темы. Вообще, среди всех этих инструментов для рисования картинок есть как бы два класса. есть инструменты, которые позволяют как бы рисовать картинки на таком низком уровне. То есть, когда вы неравно указываете, какого типа кривые или какого типа какие-то другие объекты вы хотите нарисовать в таком, я бы сказал, императивном стиле. Вы пишите программу, в которой вы помогаете нарисовать точку там-то, нарисовать точку сам-то, нарисовать точку там такого-то цвета, нарисовать линию, которая проходит через такие-то точки и так далее. То есть, как бы пишите программу, которая описывает эту картинку в терминах, в терминах обоих картинок, в терминах таких визуальных средств. А есть другой класс библиотек, которые скорее заточены именно на визуализацию данных. То есть, это такие библиотеки, которым вы скармливаете какой-то data frame, какую-нибудь табличку и говорите, что вот вы хотите эту табличку визуализировать. И дальше описываете, как именно вы хотите ее визуализировать, какие столбцы использовать, как их отображать и так далее. Вот до сих пор мы в основном, ну там, за исключением небольшого кусочка, связанного с Pandas, мы сталкивались с первым типом библиотек. В частности, Plotley в обычном режиме как раз работает так, чтобы просто говорить, что вот мне нужно нарисовать вот такие-то вот кривые или поверхность или еще что-нибудь в этом роде. Но у того же Plotley есть отдельная штуковина, которая называется Plotley Express. И с ее помощью можно рисовать картинки из данных. Давайте я покажу, как она работает. Довольно приятная, хотя немножко ограниченная. Значит, я использую тоже штуку, которая у меня был установлен после. Значит, давайте посмотрим, что установлено у меня. Ну да, установлено. Мне нужна вот такая штука, Plotley.express. Ну да, ну ладно, сейчас будет установлено. Вот так установлено. Вот так установлено. У нас устанавливается, я найду в очередной раз тот датасет, который мне нужен. Сейчас. Продолжение следует... 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 как-нибудь вот так, assign, допустим, assess numeric. И здесь можно сделать... Значит, если я хочу заменить... заменить отдельные столбцы в этом самом assess, вот интересно, вот так сработает. Допустим, я хочу сделать low 1, middle 2, high 3. Ну да, работает. Ну, давайте я сделаю такую штуку. Ну, вот теперь, по крайней мере, видно, какие точки большой, какие точки маленькие, и величина этой точки соответствует тому, какое у нас там значение этого самого социоэкономического статуса. Хотя, может быть, это не самый лучший способ такую штуку визуализировать. Вот. Значит, что можно еще сделать? Ну, давайте, давайте еще посмотрим, что бы здесь такого сделать. Давайте я уберу сейчас, верну, например, этот... Сделаю вот так. Вот эту штуку уберу. Нет, не так. А, потому что она называется SSSSM. Ну да, теперь он разными разными просто символами рисует. Можно одновременно ставить и символ, и пол. Вот такая идеальная с точки зрения accessibility картинка, потому что... Ну, различать что-то цветом не всегда хорошо, потому что не все люди различают цвета хорошо. И, в принципе, рекомендуется дублировать, если у вас на картинке что-то различается только по цвету, рекомендуется дублировать еще с помощью какого-то визуального инструмента. Например, если это разные линии разных цветов, то рекомендуется делать, допустим, одну жирную, другую там поликтированную. Вот. Но здесь можно сделать что-нибудь в такой степени. Но, допустим, мы хотим еще дополнительно... У нас тут много переменных в нашем DataFrame. Допустим, я хочу еще дополнительно посмотреть на разницу по полу. Значит, посмотреть на такую же картинку, но только разбив ее по полу респондентов. Ну, здесь у нас уже, кажется, все визуальные средства закончились. Значит, мы использовали и цвет, и тип символа. Но можно сделать такую штуку. Можно сделать, например... Значит, вот так я разбил мои данные на два кусочка по полу и нарисовал, соответственно, две картинки. Можно сделать facet row, а можно сделать, наоборот, facet column. Да, значит, делать так, чтобы критерием сортировки был выпадающий список. Значит, plot ли это позволяет сделать? Только там нужно какой-то код дополнительно записать. Сейчас посмотрим. Значит, можно это делать, наверное, по-разному. Может быть, можно это сделать просто с помощью обычных обычных юпитерских виджетов, про которые я сейчас скажу. Но, вплоть ли такое тоже есть. Вот. Значит, вот такая штука. То есть, у нас есть данные, и мы описываем, как эти данные нарисовать. Можно их делать по-разному, и дальше мы подбираем тот способ, который нам больше нравится. Значит, давайте я посмотрю, действительно, про... Значит, если вы хотите критерий сортировки, то, наверное, это лучше... Это лучше делать, конечно, с помощью виджетов. Это я потом... Это я потом вам тоже отдельно покажу. Можно такое делать, да. Вот. Значит, давайте еще какие-нибудь картинки покажу с помощью этого самого plot.ly express. Значит, кроме скаттера тут есть еще много всякого. Вот скаттер 3D, который... Помните, мы в прошлый раз довольно много кода написали, чтобы нарисовать трехмерный... 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 бета-фрейм. Трехмерную картинку. Сейчас можно это сделать буквально в одну строчку. Так, у кого-то включен микрофон, и что-то там на фоне такое... Я хочу включить микрофон, если вы не говорите. У кого-то выключил микрофон, например, вы хотите... О, сработает. Ну, вот пример скаттер 3D. Ну, давайте еще тоже концепт добавим, чтобы было повеселее. О, смотрите, какая картинка. Значит, видно, как связаны три переменные друг с другом. В данном случае это... чтение письма, оценки по чтению письма по социальному науку. Вот видно, что они все три скоррелированы друг с другом, и, в общем, это похоже немножко на такое многомерное нормальное распределение, и... А еще мы их всех цветом закрасили, видно, что можно попытаться здесь углядеть какие-то закономерности по социоэкономическому статусу, хотя я на этой трехмерной картинке, пожалуй, мне трудно что-то разглядеть, кроме корреляции. Но картинка симпатична. Дальше. Чтоб еще такого показать веселенького. Ну, например... Вот, давайте покажу такую штуку из Cutter Matrix. Я думаю, что это делается так. То есть, всевозможные попарные скатер-плоты. Но, опять же, можно здесь чего-нибудь еще добавить. Интересно, он не умеет? Симпатичная физиология можно посмотреть в их документацию, посмотреть, что они еще вам имеют. Спасибо. 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 всякие разные вариации на тему гистограмм. Сейчас я все-таки попробую открыть, может быть, в другом браузере у меня загрузится. Спаркрым. Заберем. Смотрите, что еще можно сделать. Если говорить про скаттер-плот, допустим, я хочу такую картинку. PLT-скаттер, значит, я говорю, это frame. Допустим, x-read, y-light, color-gender. И дальше можно добавить что-нибудь. Нужно еще одно библиотеку установить. Значит, я хотел сделать штуку, которая рисует линию трамда, линейное приближение, допустим, и она хочет библиотечку статс-молдлс. Давайте установим. Это такая библиотека для статистических расчетов. Попробуем. Давайте, конечно, мы берем и мы Ну, вот они, эти самые линии тренда. Но я думаю, что вы... Сейчас, значит, эконометрики у вас еще не было, но я думаю, что про линейную регистрацию вы что-то уже знаете. Правда? Ну, на керевере было что-то. Угу. Ну, смотри, значит, в данном случае это простая штука. Я просто провожу прямую такую, чтобы сумма квадратов отклонений точек от этой прямой, если отклонение считается просто по вертикали, было бы как можно меньше. То есть я пытаюсь мое облако точек аппроксимировать некоторой прямой так, чтобы эта прямая не слишком сильно отклонялась от этих точек. Ну, в смысле вот это по-самому методу. Вот. Это такой стандартный способ. Если вы... Если у вас есть какие-то данные, вы считаете, что у вас Y как-то зависит от X. У вас есть какие-то данные, вы собрали какое-то конечное количество точек. Вы понимаете, что зависимость точную вы восстановить, скорее всего, не сможете, но хотите как бы восстановить зависимость хотя бы такую линейную, хотя бы понять, насколько в среднем увеличивается Y, когда X увеличивается на единицу. Ну, вот тогда это означает, что вам нужно просто приблизить ваши данные с помощью некоторых прямой. И способ приближения, ну, вот тот способ, который я сейчас использую, называется ordinary list squares. Это как раз минимизация суммы квадратных планений. Это такая совершенно классическая штука. Вот. Ну, в данном случае я добавил эти самые две прямые. и можно еще что-нибудь добавить, например, добавить каких-нибудь каких-нибудь визуализаций по краям. допустим, марджинал X и он такого не понимает. Нет, понимает. Да, понимает, но не очень. Не очень хорошо видно. Значит, я хотел добавить информацию про распределение как бы скорректировать эту картинку на одну из осей и нарисовать одну из тучей гистограммы. Но вот не совсем получилось. Давайте я просто гистограмму буду использовать violent plot. Значит, это фактически та же самая гистограмма, только только такая для первого сглаженная, а во-вторых такая симметричненькая. Ну, хорошо, можно вместо violent наверное использовать density. Нет-нет такого. Как он здесь называется? Кабе. Такого тоже нет. Малко. Так чего есть. Есть. Радбокс ну, вот два примера визуализации, собственно говоря, просто одномерного распределения. Значит, это violent plot. Он как бы показывает, что вот вот здесь точек больше, чем вот здесь. А здесь просто каждая точечка тут соответствует одной точке здесь. то есть это просто проекция. Ну, здесь можно как бы посравнивать как отличаются наши оценки из-за 80-х по-моему, в данном случае. Вот. Ну, вот такая вот картиночка. Можно еще раз что такое marginal x marginal y? Смотрите, значит, вот у меня здесь есть, здесь у меня есть как бы картинка, которая соответствует совместному распределению. То есть я смотрю на связь между x и y. А здесь я сейчас нарисовал отдельно распределение x и распределение y. Ну, в данном случае, поскольку я указал, что я хочу разбивать все отдельно по полу, то он мне рисует два распределения. Вот эта вот картинка, это так называемый violent plot. Это фактически, ну, представьте себе, что вы нарисовали гистограмму обычную, которая показывает, где сколько, где, в каких частях, как много точек. А после этого эту гистограмму как бы вот так вот симметрично отразили и сгладили. Получается такая вот такая штука, ну, вот, которую мы здесь видим, которая просто, ну, как бы, чем толще эта штука, тем больше точек с таким значением. Это типа плотность, понятно. А вот справа что такое, что это за черточки? А справа, а справа это просто каждая черточка соответствует одной точке вниз. Просто проекция. А может быть не одной. Спасибо. Если там несколько точек попали в одну, точно то, она, ну, кажется, они ее пытаются чуть пожирнее нарисовать, если я правильно это вижу. А может быть это не только так. это просто разные способы нарисовать распределение. Но еще один способ нарисовать распределение, например, такой. Значит, вот такая штука, это так называемый box and whisker флот ящик с усами. Значит, он рисует рисует картинку, на которой отмечены медианы выборки, значит, отмечены квартили. Так, все знают, что такое медианы, квартили? Можно объяснить, что такое квартили? Квартили. Да, смотрите, вы берете вашу, значит, вот у вас есть выборка, набор чисел. Вы берете, разбиваете, сортируете эти числа и разбиваете на четыре части. Значит, вот граница этих частей, это называется квартили. Ну, собственно говоря, вы все знаете, что такое квантиль или персентиль. И квартиль это просто, соответственно, первый квартиль это 25% персентиль, то есть это граница 25% самых маленьких значений. Дальше, второй квартиль это то же самое, что медиана, то есть просто середина выборки, если ее значение, которое делит выборка на две равные части. Третий квартиль это, соответственно, 75% персентиль. То же самое, что первый квартиль, только наоборот с конца. Ну, вот здесь они обозначены. И здесь дополнительно еще обозначены вот эти усы, которые показывают, но здесь они просто, видимо, до максимального и до минимального значения. просто некоторый, опять же, способ визуализировать распределение, понять, где именно находится большинство точек, в этом смысле. Ну, точнее, вот мы знаем, что поскольку вот это первая квартира, это третья квартира, то вот в этой области находится ровно половина точек, а еще половина разбросанных здесь. Вот. Значит, вот эти вырезы тоже что-то означают, это какая-то оценка для медианы, но я сейчас не буду сильно вдаваться в подробности, это там некоторая статистическая штука. Вот. Ну, это тоже какой-то способ визуализировать распределение. Так. Что-то такое красивенькое показать. Давайте я просто сейчас вот такой пример из документации возьму. значит, здесь некоторые датасеты просто встроены в этот самый плотли, но в частности вот это датасет Gitminder, значит, какой-то известный датасет, кто-то был какой-то известный TED Talk на его тему. Вот. Здесь информация про ВВП на душу населения, про размер популяции и про продолжительность жизни. В разные годы, на разных континентах, разных странах. И можно эту штуку визуализировать. Например, можно... Давайте какой-то конкретный год визуализируем. давайте начнем вот с такого. Я взял 2007 год, выделил и визуализирую эту картинку, показываю связь между ВВП на душу населения и продолжительностью жизни. Ну, вот тут видно. Давайте ... Значит, видна некоторая зависимость, но давайте сделаем вот что. У меня ВВП на душу населения меняется в очень больших пределах. Давайте я сделаю эту самую ВВП на душу населения, чтобы она была в логарифмической шкале. logx true. logx true. Наверное, нужна углодвода стата будет наборать. Мне нравится. По будущим годам здесь есть информация. Не, не, 2,2,2, потому что это сравнение. Сейчас, значит, давайте посмотрим. Здесь вообще годы есть. А, ну понятно, здесь просто не так много лет разных. Давайте возьмем какой-то такой. Можно получать разные картинки, но, допустим, я хочу это визуализировать, так что хочу посмотреть, как все меняется в динамике. И я могу добавить просто вот такую штуку. Так, и чего это у меня, она не хочет рисоваться с визуализацией, с анимацией. Почему она не хочет рисоваться с анимацией. Ну, хорошо. Если так. Если так. А, точно. Мы же его зафиксировали. Да, здесь нужно было убрать вот этот кверик. Во, отлично, да. Спасибо, Егор. Значит, можно теперь вернуться, убрать вот эту штуку. Ну, давайте эту штуку мы тоже пока уберем. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, вот это они все улетели наверх. Как бы так сделать, чтобы они бы не улетели наверх. Ага, здесь можно явно указать range. Давайте явно укажем range Y. Ну, вот видно, как тихонько экономический рост делает свое дело, и люди начинают жить лучше и дольше. Можно посмотреть... Значит, здесь одна точка соответствует сейчас одному государству, одной из точек в нашей таблице. Можно посмотреть, какие это государства. Но они сейчас здесь нигде не рисуются, но можно сделать такую штуку. HoverText, допустим, country. Вот, видите, он мне теперь, когда я подвожу курсор к конкретной точке, он мне говорит, что это за точка. Можно посмотреть, например, вот, допустим, вот эта вот штука. Это Китай. Ну, нормально так Китай вырос. Вот. Ну, вот, пожалуйста, некоторая анимация буквально в одну строчку кода. По-моему, довольно миленький получается. Так, давайте посмотрим, хотел ли я еще что-нибудь вам показать про эту штуку. Ну, хорошо, давайте еще одну вещь покажу. Ну, хорошо, давайте еще одну вещь покажу. Продолжение следует... Значит, есть разные способы... Разные способы рисовать соответствие между переменными, но вот можно нарисовать просто скаттер плов, а можно как бы попробовать оценить плотность совместного распределения. Вы знаете, что такое совместное распределение, да? На территориальности было такое. Было. Аня, вы это сказали с такой тоской. Нет. Не-не-не-не-не, было все, хорошо. Нормально было, без тоски, да? Хорошо. Значит, мы говорим так, что мы считаем, что наши данные, они были получены из некоторого... Считаем, что они были получены как реализация каких-то двух случайных величин, у которых есть совместное распределение. И дальше можно по данным оценивать это совместное распределение. Но это примерно то же самое, что нарисовать гистограмму, но только если гистограмму показывает просто напрямую, для одной переменной, где у вас много точек, а где мало точек, то совместное распределение показывает то же самое только на плоскости. Соответственно, в каких областях у вас будет много точек скаттер плота, в каких областях мало. Ну и, собственно говоря, вот этот density-контур позволяет нарисовать такую линию уровня этой самой штуки. Линию уровня функции совместной плотности оценки. Что еще здесь можно использовать? Density-hit-map. То же самое, только цветом будет показывать. Ну и вот, в общем, тоже вариация на тему скаттер плота. Вот. Интересно, нет ли способы нарисовать трехмерную функцию плотности? Матплотлип не умеет во всякие такие штуки? Ну, то есть, линию уровня там? Нет, 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 нет. Вопрос в том, сколько во время не понадобится для того, чтобы написать. Там, соответственно, шкод. Единственное, чего матплотлип сам по себе не умеет, он сам по себе не умеет рисовать вот такие вот интерактивные штуки, чтобы можно было бы вот потыкать куда-нибудь мышкой, что-нибудь вот так вот сделать. Вот такого вот он не умеет, потому что он рисует статическую картинку. Но, в принципе, с помощью, то есть, как бы, я сейчас еще поговорю немножко про библиотеки, которые тоже делают примерно то же самое, что мы сейчас делаем с плотами, но только делают со статическими картинками. Они так или иначе основаны на тому же самом матплотлипе. Но разница только состоит в том, что вам, если вы хотите прям совсем с помощью матплотлипе работать, то у вас, с одной стороны, безграничные возможности, вы можете все что угодно сделать, а с другой стороны, вам приходится писать много кода, причем, как бы, этот код, он реально такой, он говорит, что конкретно нужно сделать. Вот, нарисуй то-то, там-то, и так далее. Вот такого типа кода, он гораздо более семантический. Понятно, что мы делаем. И действия мы делаем, и какую задачу мы решаем. А вот эта штука, она же интерактивная, я ее могу как-то вставить в HTML-код? Да, можно. Значит, собственно говоря, сейчас этот самый... Сейчас я покажу. Ну, вот, допустим, я хочу... Допустим, я хочу сделать такую штуку... Значит, что я хочу сделать? Как бы мне получить HTML-код от вот этой, от вот этой прям-таки вещи. Сейчас я не помню, давайте посмотрим. Вот этот, и я неát같ом вот этой, от вот этой. Ну хорошо, давайте я просто сделаю вот так. Давайте попробуем вот эту картинку сейчас. Так, значит, вот я вроде бы сделал этот файл. Давайте я попробую его открыть. Так. Так, нет, я, видимо, никогда не указал его файла. Так. 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 Те, кто уходят на курс с префиненциальным уравнением, знают, что там бывают всякие интерактивные картинки, и часть из них нарисована как раз помощью платформы. Ладно, что-то я не могу сейчас просто открыть здесь в Юпитере. В общем, это просто обычный HTML, который совершенно... А Safari не может просто, как если там карта эта открыта, выдаст код? Может, может, да, можно, конечно, да. Я просто хотел в редакторе открыть. Ну ладно. Так. Хорошо. Давайте я, наверное, еще два слова скажу не только про Плотли, а про разные другие библиотечки. Ну вот еще одна довольно приятная библиотека для таких статистических визуализаций. Давайте я ее одну себе поставлю. Называется... Дальше. Спасибо. 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 Чтобы я вот так импорцирую. Не хочет, что мне не нравится. RightTermic. Вот. Почему мы и такой модуль? Интересно. Ну ладно. Поставим. Спасибо. 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 Очень похоже и по синтаксису, и по логике на то, что мы делали чуть выше, но только эта штука рисует статическую картинку, ее потом можно, например, сохранить в виде PDF-ки какой-нибудь. Собственно говоря, это все основано на matplotlib, поэтому можно просто сделать вот так, теперь сделать same-tick, допустим. Вот у вас теперь будет PDF-ка, в которой будет вот такая картинка, вы можете вставить в статью. Вот. Ну, видно, что логика ровно такая же, как я только что показывал в Spotly Express, в общем, они друг у друга списывают именно подход. Вот. Само по себе этот самый C-Born приятен в том, что там много всего более-менее готового, и получаются довольно красивые картинки. Ну, собственно говоря, можно просто посмотреть на их галерею. В общем, всякие тут картинки встречаются. Что вам нравится? Про что рассказать? А что там за пирамидки были? Пирамидки такие? Вот эти, да. Boxing Plot. Интересно. Я с таким способом визуализации, честно говоря, не сталкивался. Это, видимо, какая-то вариация на тему Box Plot. То есть это какой-то способ визуализировать это распределение. Ну, давайте попробуем сейчас что-нибудь похожее сделать для нашего датасета. Допустим, я хочу, чтобы у меня X был, скажем, тот же социоэкономический статус, а Y, допустим, по письму… Уже не работает. А, правильно, потому что я забыл датспрейм укажу. В общем, тоже вариация на тему гистограммы, фактически. Или тоже Box Plot. Видите, он такой многоуровневый. Я подозреваю, что это тоже какой-нибудь… Скорее всего, это медиана. Это, скорее всего, тоже какие-нибудь квартиры. Ну, можно посмотреть в документацию. Enhanced Box Plot. Ну да, тоже рисует всякие квартиры. Показывает распределение… В данном случае, видите, я показываю распределение оценок по письму в зависимости от социоэкономического статуса. Вот видно, как он растет. Соответственно, если нужна какая-нибудь типичная такая визуализация, и хочется, чтобы она была красивая, ну, вот взять вот этот самый Сиборн – это хорошая идея. Ну, давайте я, наверное, во всем многообразии библиотечек… Давайте я еще одну покажу. Она нам пригодится для разных других целей. Значит, чего я хочу? Я хочу поставить… Что это называется-то? Plot9. Я не знаю… Сталкивались ли бы… Я не знаю… Пар с такой штукой, как Digiplot2. Было. Было денег на финансах? Очень поверхностно. Ага. Да. Ну, вот, по камере тогда, наверное, что-то похожее увидели. И, собственно говоря, Plot9 – это очередная попытка портировать Digiplot2 в Python. Понятно, что она не настолько… не столько всего там сделана в Digiplot2, но, тем не менее, лейка такая же и достаточно полезная штука. Ну, давайте попробуем тоже что-нибудь сделать с помощью него. В Python же вроде есть отдельный Digiplot, нет? Какой-то… В Python есть… Ну, типа, каждые два года кто-то пытается портировать Digiplot под Python. Потом забрасывает эту библиотеку, и она довольно быстро перестает работать. Потому что, если какой-то софт перестает работать, то он… Если какой-то софт не поддерживается, то он довольно быстро перестает работать. Потому что он зависит от других библиотек, другие библиотеки меняются, и это быстро приводит к тому, что он сломается. Вот. Ну, вот, кажется, Plot9 сейчас наиболее активно поддерживаемая библиотека, которая пытается сделать аналог Digiplota под Python. Значит, ну, давайте сделаем JumpPoint. Допустим, я использую тот же самый HSB2. И дальше я могу… Значит, тут логика такая, что сначала я указываю, с каким датасетом я работаю, и я прописываю так называемый aesthetics. Aesthetics – это всевозможные как бы способы конвертировать данные в графические… какие-то графические элементы. Я в данном случае говорю, например, что у меня будет x – это, скажем, оценка по письму, y – оценка по математике и, допустим, цвет – это социоэкономический статус. А потом я должен написать, с помощью каких конкретных визуальных элементов я хочу делать вот это соответствие. Ну, допустим, я хочу просто точку посмотреть. Ну, получается, уже знакомая нам картинка, по крайней мере, похожая. Ну, давайте я добавлю сюда этих самых… Добавлю, допустим, соответствующие линии тренда. Но это можно по-разному делать. Допустим, я использую просто, опять же, обычную линейную регрессию. Вот таким образом. Так, geomSmooth is not defined. Потому что не geomSmooth, а statSmooth. Ну, вот, добавился. Значит, три регрессионные прямые. Вот эти закрашенные такие области – это как бы доверительные интервалы для этих прямых. Ну, я, наверное, сейчас не буду, опять же, это какая-то история статистики, наверное, не буду сильно углубляться в том, что это такое. Но чем приятен этот самый gplot, вообще вот эта логика его построения, тем, что она позволяет комбинировать разные визуальные элементы на одной и той же картинке. То есть, например, если я хочу, я могу выключить вот этот jump point и оставить только… Не могу. Собственно, что будет. Ну, да. Вот. Значит, я убрал эти самые точечки, а линии тренда оставил. Ну, или я могу еще что-то сделать, еще как-то преобразовать эту картинку. Могу добавить каких-нибудь эстетик. Допустим, я могу вот сюда вот добавить… Вот, например, я хочу сделать так, чтобы у меня картинки рисовались бы… Значит, эти точечки были бы раскрашены в разные цвета. А вот эта штука в линии тренда была бы одна на всех. Это, наверное, тоже можно сделать. Для этого мне нужно описание вот этих эстетик перевести отсюда вот сюда. По крайней мере, в R вроде бы так получается. Не знаю, получится ли здесь. Давайте попробуем. Ну, да. Значит, раньше у меня вот эта эстетика, что color – это социоэкономический статус, была определена вот здесь. В том месте, где я вообще изначально создаю этот самый Digiplot. Как бы вот в этом месте я делаю некоторые общие настройки, которые дальше будут применяться ко всем последующим визуальным элементам. Сейчас я перенес эту эстетику именно в описание вот этого слоя, в слой, который точечки рисуют. А в описании… Значит, а вот здесь, где я рисую именно римору, у меня никакого указания на то, что цвет должен соответствовать социоэкономическому статусу, нет. Поэтому здесь никакой разбивки не происходит, а вот эта прямая теперь рисуется по всему массиву данных. Вот. В общем, как бы основная идея вот этого самого, ну там, изначально Digiplot, собственно говоря, букву Digi означает Grammar of Graphics. И это такая исходная идея о том, что можно описывать рисование картинок как вот такой способ преобразования данных, что у нас есть данные, и дальше мы можем создавать несколько слоев. Каждый из слоев описывает свой способ эти самые данные отображать на картинке. Вот. Можно посмотреть, что здесь еще есть. Можно просто на их галерейку тоже посмотреть. Как? Понятно, как вот эта штука работает? В данном случае это просто, если вы знакомы с похожей штукой в R, то, в общем, это полностью дословно вот такой же код сработает и в R. Да, ну, например, если я хочу еще дополнительно разбить эту картинку, скажем, на несколько, в зависимости еще от какой-нибудь переменной, то я могу сделать что-нибудь такое. Допустим, facet-wrap. Скажем, я хочу отдельно нарисовать. Допустим, тоже сделать. Разбить по gender. Не работает так. Ой, facet-wrap, а не facet-write. Ну, вот, пожалуйста, разбил. Вот. Давайте посмотрим на их галерею. Может быть, там есть что-нибудь еще, что хочется обсудить. Вот, знаете. Вау. Политические территории Вестероса. Ну, ладно, это отдельная история, потому что здесь нужно разбираться с тем, как рисовать карты. Это мы когда-нибудь отдельно поговорим про это. Ну, карты можно через поле уже, в принципе, это вроде простая. Нет? Ну, карты можно по-разному рисовать, это отдельная история. Я хотел отдельно как-нибудь поговорить про работу с геоданными в Python. Правда, сначала со мной можно с этим разобраться нормально или найти человека, который вам мог бы про это рассказать. Вот. А здесь, ну, тут они просто, судя по тому, что я здесь вижу в коде, они просто изначально загружают так называемые shape-файлы, в которых просто описаны границы разных географических объектов. Ну, а потом они как-то рисуют здесь на картинке, но это, видимо, довольно специфическое способ применения этой библиотеки. Хотя и забавно. Можно посмотреть на что-нибудь простое, более простое. Ну, во всякие разные штуки, связанные с барплотами. Вот, кстати, довольно приятная картинка. Здесь видно, как можно одновременно показывать разбиение на разные группы, показывать высоту каждого этого столбца с помощью текстовых вставочек, с помощью Gion5. И, в общем, видно, что довольно гибкая штука, в отличие от какого-нибудь Сиборна, в котором вот есть несколько типов картинок, которые он умеет рисовать, но которые довольно трудно комбинировать друг с другом. Вот этот подход, который используется и в DigiPlot, и вот в этом Plot9, он гораздо более гибкий, потому что он позволяет комбинировать разные элементы. Вот. Ну вот, значит, какие-то такие истории присылали в Питоне. В целом, надо сказать, что в отличие от R, в котором есть DigiPlot и более-менее все, но зато с помощью DigiPlot можно нарисовать примерно все, что угодно, в Питоне история какая-то гораздо более фрагментированная. Есть штук 10 разных библиотек. Каждая библиотека умеет рисовать чего-нибудь. То, что она умеет рисовать, она, скорее всего, умеет рисовать довольно хорошо и красиво. Но если вам нужно что-то, что выходит за рамки тех конкретных возможностей, которые у них есть, то, ну, в общем, приходится либо вручную писать что-то с помощью Matplot, либо как-то долго гуглить и разбираться с тем, как с помощью каких-то библиотек это сделать. И, в общем, можно ли это сделать. Но, тем не менее, как говорится, если у вас есть какая-нибудь картинка, дайте мне две недели, и я вам нарисую ее с помощью Matplot либо. У нас как раз впереди две недели, точнее, неделя каникул, можно будет развлекаться чем-нибудь таким рисованием картинок в разных инструментах. Вот. Ну, вот такая история. Есть ли еще какие-нибудь вопросы? Есть вопрос про следующую пару? Где у нас семинар будет? Ну, смотрите, у нас, значит, у нас следующая неделя, следующая неделя у нас принудительно каникулярная. И, конечно, нам запретили проводить обязательные занятия. Вот. Поэтому, видимо, все-таки следующая пара будет только через... Ну, соответственно, когда-то во вторник, но только не в ближайшее. Не, не, следующая пара. В смысле, вот пара, которая сейчас начнется по дифурам, она где будет? Так, этого я не знаю, но Маша должна, по идее, написать. Ага. А то нет, почему-то в почте на эту тему. Нет, Маша мне тоже ничего не писала. Я надеюсь, что сейчас напишу. По камере она собиралась провести пару. Пару? Нет, нет, как бы... Не должна быть ситуация, при которой она думала, что пара нет, пара будет. Спасибо. Хорошо. Ну что, тогда на сегодня все. Я придумаю, чем бы вас занять на каникулах. И если есть список каких-то айпишек, в которых можно зарегаться и что-то с ними поделать, мы можем поделать. Да, я посмотрю, я попробую что-нибудь придумать над темой. Домашку на графике, да. У меня пока нет готовой домашки на графике, но я попробую... Точнее, есть, но она очень простая. Но я попробую сделать что-нибудь повеселее. Да. Попробуй домашку на графике. Угу. Хорошо. Так, ну что, тогда на сегодня все. До свидания. Спасибо. До свидания. Спасибо. 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 Мы. Seeing. Продолжение следует...